В первую очередь закон повлияет на миллионы прихожан Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Руководство этой церкви должно по замыслу депутатов заключить с властями Украины особый договор. Согласно проекту этого документа, церковные иерархи обязуются уважать территориальную целостность страны, ее строй и независимость, и подписать соответствующее соглашение. А после подписания такого соглашения особые религиозные комитеты на региональном уровне, как предполагает проект закона, будут решать кадровые вопросы. То есть давать свое согласие на назначение того или иного руководителя более-менее крупного религиозного уровня. Впрочем, проект закона об особом статусе Московского Патриархата в Украине не единственный документ, регулирующий отношения церкви, государства и общества, который внесен в Украинскую Раду. Уже на этой неделе депутаты Верховной Рады будут менять закон о свободе совести и религиозных организациях. По сути, поправка одна. Вводится понятие религиозной самоидентификации гражданина. А цель поправки, как указано в официальном объяснении авторов, цитата, «обеспечить общины правом на осознанный выбор и вольную смену подчинения религиозным центрам». О каких центрах идет речь? И нет ли в этом попытки провести новый управляемый церковный раскол? Я спросил у авторов законопроекта депутата Верховной Рады от фракции «Народный фронт» Виктора Еленского. Позже к нашему разговору присоединился официальный представитель Украинской Православной Церкви Московского Патриархата епископ Климен. Давайте посмотрим. Добрый день. Приветствую в нашей киевской студии настоящего времени депутат Народного фронта, религиоведа Виктора Еленского. Спасибо, что пришли к нам в студию. Первый вопрос. Больше всех, как я понял из украинской прессы, этим нововведениями, которые могут принято Украинской Радой, обеспокоены представители УПЦ Московского Патриархата, Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Скажите прямо, этот закон вы писали для того, чтобы для них, под них? Московский Патриархат не основной из обеспокоенных этим законопроектом, а единственный обеспокоенный этим законопроектом. А как вы думаете, почему они единственные, кто обеспокоен этим законом? Потому что в Украине существует определенное количество приходов православных, которые хотели бы поменять свою религиозную филиацию, свой религиозный центр. И большинство из этих приходов относится к УПЦ Московского Патриархата. Можете мне объяснить, как вы в законе сформулируете понятие община? Каким количеством людей она будет ограничена? И нет ли здесь потенциала для судов, в том числе и в Европе, в Европейском суде по правам человека, у тех, кто по результатам решения этих общин лишится своего прихода на того же Московского Патриархата и обратится в суд? Как вам кажется? Смотрите, существует религиозная община. Ее статус описан в законе Украины о свободе совести и религиозных организаций. Это во-первых. Во-вторых, религиозная община на своем общем собрании, на собрании прихожан, если встанет этот вопрос, решает, будет ли она... Какая разница? Мы ходим к Богу, не к священнику же мы идем, а к Богу. Какая разница? Исповедники все причастились. Сейчас Московский Патриархат Русской Православной Церкви фактически руководит всей Россией. Именно Московская епархия Русской Православной Церкви обратилась с письмом главе администрации Нагинского района о снесении этого церковного здания. И вот только тогда администрация написала письмо в суд, чтобы снесли этот храм. То, что мы построили храм на том объекте, где храм не может быть расположен, построен. Частный сектор. Это земля наша. Мы выкупили ее. И землю выкупили. И вот это здание старое мы выкупили. И еще там. Так что и земля наша, и здание наше. Мы же не просто приехали с Украины, вот купили и строимся. Я с 1974 года являюсь гражданином Российской Федерации. Тогда Советского Союза, а теперь в России. Мы же не спрашиваем у людей, какой национальности вы. Мы развозили горячую пищу жителям города Нагинска. Мы ни у кого не спрашивали, кто какой национальности. Человек голоден. Человек хочет кушать. Мы ему возили. В Украине торжествует Московский патриархат, имея 12 тысяч соборов, храмов, монастырей и три лавры. А украинцы, украинская церковь в России не имеет права на это существование. Все украинское уничтожается. Вот это еще война добавилась на Донбассе. Это и все перечеркнуло. Мамилый ли спасен нас, я благо и человека любит. На каждом храме Московского патриархата в Нагинском и Нагинском районе были расклеены листовки, чтобы верующие люди не ходили молиться к раскольникам. А тем более, кто крестился или отпевали усопщик, чтобы опять приходили в их храмы и там перекрещивали. Пожалуйста, подгоняйте трактора, подгоняйте краны и делайте что угодно. Ведь большевики в 20-30-е годы что делали? Они же спрашивали верующих и священников, что надо разрушать или не надо. Так и здесь мы никому не будем препятствовать. Горько, честно говоря, даже слезы наворачиваются. Потому что душа наша вот вся, ну как бы, я даже говорить не могу. Честно говоря. Вот мы сейчас с вами посмотрели сюжет о том, как в России сносят единственный храм, принадлежащий киевскому патриархату. Снесут его по решению Московского областного суда. Так он решил, что церковь в городе Нагинск, Подмосковье, построена незаконно и постановил ее уничтожить. И, собственно, постановил суд ее уничтожить. При этом Свято-Троицкий храм существует с начала 90-х годов. Но после начала конфликта на востоке Украины местные власти вместе с Московской патриархией регулярно пытались его закрыть. Мы даже вот в эти выходные съездили и снимали этот сюжет, чтобы понять, насколько сохраняются штанцы, что этот храм Подмосковье сохранится. Но мы вернемся сейчас прямо к разговору с Виктором Еленским, депутатом Народного фронта, который как раз внес в Украинскую Раду проект закона, изменения закона о свободе совести, который предполагает возможность участникам одной общины переходить из ведомства Московского патриархата в другие. Вот прямо сейчас мы давайте посмотрим продолжение этого разговора. Значит, существует религиозная община. Ее статус описан в законе Украины о свободе совести и религиозных организаций. Это во-первых. Во-вторых, религиозная община на своем общем собрании, на собрании прихожан, если встанет этот вопрос, решает, будет ли она оставаться в Московском патриархате, в любой другой церкви, или станет она изменять свою принадлежность путем внесения изменений в устав общины. Если бы Россия не оккупировала Крым, и не возникла бы война на востоке Украины, где, мы как знаем, оружие прятали, например, в том числе и в церквях Московского патриархата, этот закон бы дошел до Рады или нет, как вы считаете? Появились общины, в которых люди не могут, говорят, что они не могут сегодня оплакивать и отпевать бойцов, которые погибли на фронте, а завтра возносить за литургией имя патриарха Кирилла, отношение которого к войне и агрессии Российской Федерации против Украины очевидно. Понимаете, где возникает чаще всего желание прихожан перейти из подчинения Московского патриархата в подчинение, скажем, патриархата Киевского. Там, где священник ведет себя откровенно антиукраинским. Там, где он рассказывает о том, что доскакались до войны на Майдане, там, где он, были случаи, отказывался отпевать бойцов погибших и так далее. Но закон этот, на мой взгляд, достаточно безупречен с юридической точки зрения. Этот закон предусматривает, что вопрос об изменении юридической подчиненности общины решается на общем собрании членов этой общины. Не на территориальном референдуме, не на местном референдуме, как говорят оппоненты, а исключительно на собрании членов этой общины. Кто является членом этой общины? Членами этой общины являются люди, те, в той мере, в какой это прописано в уставе этой общины. Государство задает параметры, которые являются минимальными, но для государства максимальными. Во-первых, человек идентифицирует себя с этой общиной, потому что без самоидентификации человека нельзя принудить быть членом общины. Этот человек должен принимать участие в жизни этой религиозной общины. Таким образом и в таком характере, как это прописано в уставе этой общины. То есть в одних общинах это должно быть десятина, например. В других общинах это, скажем, пятикратные молитвы. Еще в других общинах это какие-то инициации и так далее, и так далее. Государство не вправе вмешиваться в этот процесс. Каким образом община принимает своих членов? Каким образом она определяет, кто является членом, а кто не является членом? Это дело исключительно самой общины, и государство просто не имеет права в это вмешиваться. Далее. Так, давайте еще. Собирается община, и приходят люди со стороны. В таком случае в законе есть антирейдерский элемент. Руководство, руководящий орган общины определяет правомощность этого собрания. Дальше. В каждом уставе написано, в каком случае эти собрания бывают... Я пересмотрел несколько уставов, вернее уставы нескольких церквей, потому что это может касаться не только православных. И там определяется, в каких случаях собрание общины является правомощным, и в каких случаях оно правомощным не является. То есть, опять же, это решает сама община. Когда вы писали свой закон, вы на что ориентировались? На какой-то международный опыт или вы его придумали с нуля? Нет. Я ориентировался на, во-первых, прежде всего, на всеобщую декларацию прав человека, на Европейскую хартию, на документы ОБСЕ и Венецианской комиссии, и на те замечания, которые были высказаны Украине в решениях Европейского суда по правам человека. Епископ Климен, глава синодального отдела по связям с общественностью Украинской Православной Церкви, буквально через мгновение, включится к нам в студию Настоящего Времени, и мы сможем продолжить этот диалог. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, для вас такой закон, спустя два года войны в Донбассе, становится откровеннее или вы к нему были готовы? Добрый день, в первую очередь. Собственно говоря, наверное, сейчас сложно удивить кого-то чем-то отношение инициатив Верховной Рады Украины, и разговоры о том, что подобного рода законы могут быть приняты, они шли давно. На самом деле, изначально Министерство культуры, в частности Департамент по вопросам религии, всячески стремился поддержать ту агрессию, которая была в прошлом году, позапрошлом году, особенно в Западной Украине, когда происходили силовые захваты храма. Но в итоге, по сути дела, ничего в религиозной ситуации не изменилось, потому что храмы-то захватили, несколько десятков храмов были захвачены, а религиозные общины остались в экономической церкви, они никуда не перешли. И поэтому ситуация потом решалась в судебном порядке, и практически большинство всех спорных вопросов верующей экономической церкви в суде отстояли. А вот это очень важный вопрос. Вот как раз я хотел обратиться к автору закона. Видите, что церковь говорит закон, в результате в суде-то отстояли, и как тогда этот закон поможет вам? Я просто хочу уточнить, что вот этот закон, который сейчас хотят принять, уважаемые народные депутаты, по их мнению, он поможет таким образом отбирать храмы у верующих, и суд тогда не сможет уже каким-то образом вернуть ситуацию и успеть. А по вашему мнению, сможет этот закон помочь, как вы говорите, отбирать храмы верующих? Так, ну, мне неизвестны случаи от отбирания храма верующих, мне известны случаи, когда верующие переходят из одной юрисдикции в другую. Я хочу задать вопрос обископу Клименту. Так, одну секундочку. Вот смотрите, вопрос сейчас очень практический. Может ли этот закон, на ваш взгляд, спровоцировать столкновение людей, которое может привести к печальным последствиям, травмам, жертвам, все еще что угодно, просто гражданскому противостоянию, ваша точка зрения? Ну, вот мне очень странно слушать уважаемого народного депутата, который говорит неправду в эфире телевидения перед массовой аудиторией. Все знают прекрасно ситуацию в селе Птичье Ровенской области, все знают прекрасно ситуацию в селе Катериновка, Тернопольской области, когда приезжали люди вообще непонятно откуда в балаклавах с какими-то нашивками радикальных организаций, избивали верующих людей, не давали им возможность проникнуть в свой храм. Одну секунду, дадим возможность ответить народному депутату на это. Послушайте, я очень сожалею, что у нас нет записи того, что происходило в селе Катериновка Тернопольской области, когда приехала группа народу, которые назвали себя паломниками, так, и не давали общине молиться в день Рождества Пресвятой Богородицы. Я еще раз говорю, и в селе Птичье большинство населения, большинство православных захотело перейти из московского патриархата. И снова туда привозили людей. И снова туда привозили людей. Вы видите, я... Вы знаете, мы не сможем... Мы можем бесконечно, бесконечно множить эти истории. Да, я предполагаю, что они будут множиться просто теперь, и это будет происходить уже по закону. Это в том, что уважаемый народный депутат живет в какой-то виртуальной реальности. Он видит каких-то людей, которых называют паломниками, и он не видит правый сектор бандитов, радикалов различных, которые избивают верующих людей. И список, Климент. Но теперь у меня и к вам вопрос. Клименты видят этих людей. Подождите. Международные организации видят их. А вот депутат Киренский... Хорошо, но я скажу за депутата, позвольте. Он, может быть, и живет в виртуальной реальности, но и вы не можете не знать, что в Украине общество имеет определенные претензии к московскому патриархату после, например, захвата города Славянск, где, извините, просто в монастыре оружие хранили. Разве вы не понимаете, что это естественная реакция? Вы об этом думали, вы как-то это обсуждали среди своей паствы, среди своих соратников, поверь. Ну, в первую очередь, я бы хотел, чтобы все были очень осторожны в тех обвинениях, которые высказываются в прямом эфире. Поскольку, во-первых, в городе Славянск нету монастыря, поэтому там априори не могли держать оружие. Я сказал в храме, простите. В храме, насколько мне известно, информация подобного рода распространялась в СМИ, но она не была подтверждена.